Основа признания тебя политически преследованием – это угроза твоей жизни. Даже что бы ты ни делал, но если в России угрожают тебе жизнью, их преследование политически мотивировано, ты нуждаешься в международной защите. Есть нормальная процедура. Критика Мальцева, что он сбежал. Это критикуют идиоты, потому что это дикарей, они слезли с елки, с пальмы, значит, они где-то в землянках жили психологически. Это наследие совка. Я объясняю, почему. Потому что нормальная процедура, а общественной деятельностью занимаешься, государство криминальным образом преследует тебя, ты официально выходишь за границы, государство, которое тебе, не важно, это Россия, Китай, какая разница, страны ООН, ты выходишь и говоришь, меня политически преследуют, прошу международной защиты. Ты просишь международную, да, в миграционную службу, но в целом ты ООН просишь защиты. И они смотрят, действительно, РФ нарушила, значит, закон, и ты нуждаешь в международной защите. Вот тебе жилье, вот тебе дотация. Это международная процедура. Поэтому если оппозиционера сажают в России, он обязан эмигрировать. Это идиотизм, я считаю, сидеть просто ради сиделки. Ну, запритесь дома и сидите дома. Чего вы критикуете людей, которые официально в рамках придуманного цивилизованным человечеством закона, что, значит, тебя политически преследуют, ты приходишь границу, и тебя признают, скорее всего, что ты политически мотивирован на преследование. Если ты бы насильник, конечно, ни хер тебе бежать. Если ты убийца, куда ты побежишь, тебя сразу депортируют, Интерпол, и все. Поэтому закон уже придуман, просто надо следовать. Если Россия не работает закон, давайте попробуем привлечь, значит, международное право. Все-таки привлечь международную организацию, что мы и делаем. Вот это абсолютно нормально. А из России льется вот эта пропаганда. Не, ребята, вас Путин решил посадить, вы должны как холопы раком встать, нагнуться и сказать, Вова, сажай меня, я твой раб. То есть вот так вот происходит пропаганда спецслужб РФ, что надо обязательно сидеть ради Путина. То есть Путин тебя посадил, и ты должен ради Путина посидеть, и тогда люди тебе скажут, вот, и все должны сесть, блядь. Ни хера, значит, если вас политически преследуют, выбирайте цивилизованные страны, цивилизованные страны, обеспеченные, которые гарантируют вам защиту, и просите официально защиту. Так что достраствует демократическая революция.